Забирают ли детей у мигрантов из СНГ в Европе? Привет, друзья! На постсоветском пространстве в странах СНГ все чаще можно услышать страшилки о том, как только семья мигрантов приезжает в Европу, их детей тут же забирают. Причем забирают, как рассказывают, по совершенно надуманным причинам. Якобы, что в Европе низкая рождаемость и много гомоносексуалистов, которым нужно кого-то усыновлять. А дальше, по слухам опять же, детей отдают в такие семьи тем или тем, кто не может иметь детей, при этом власти это активно поощряют. В общем, рисуют такие картины, будто в Европе чуть ли не пачками забирают детей у мигрантов из СНГ. Блин, ну давайте разберемся, насколько это соответствует реальности и что происходит на самом деле. Во-первых, стоит сказать, что эти мифы о массовом изоляции детей у мигрантов в Европе не более чем преувеличение. Ну и неверное представление о том, как работают социальные службы в этих странах. В Европейском Союзе существуют строгие законы и процедуры, которые направлены на защиту прав ребенка и изъятие детей. Это крайняя мера, которая применяется только в случае реальной угрозы для жизни или здоровья детей. Теперь давайте посмотрим на реальные примеры. Вот первый случай произошел в Испании в 2018 году с украинской семьей в Мадриде. Что там произошло? Социальные службы изъяли двоих детей из-за крайне плохих условий проживания. Квартира была грязной, неотапливаемой и дети жили в антисанитарных условиях. Важно отметить, что суд не оставил этот вопрос без внимания. После того, как родители улучшили свои условия проживания и наладили быт, детей вернули в семью. Здесь ключевым фактором было именно обеспечение безопасности и здоровья детей, а не желание отдать их кому-то другому. Другой случай. Российская семья в Валенсии. В 2020 году социальные службы временно изъяли ребенка у матери-одиночки, поскольку школа сообщила о том, что ребенок часто пропускает занятия и выглядит весьма подавленным. После того, как мать предоставила медицинские справки и объяснила причины пропуска, суд постановил вернуть ребенка в семью. Опять же, это решение основывалось на фактах, а не на мифических планах отдать детей кому-то другому. Однако, есть случаи, когда суды поддерживают действия социальных служб и принимают решение об окончательном изъятии ребенка из семьи. Один из таких случаев произошел с российской семьей в Германии в 2019 году. Социальные службы были обеспокоены регулярными жалобами на жесткое обращение с детьми. Ну, а также плохие условия проживания, а также отсутствие належащего ухода за детьми и много-много-много-много там было претензий на самом деле. После нескольких проверок и судебных слушаний было установлено, что родители не выполняли требования социальных служб по улучшению ситуации. Суд принял решение изъять детей из семьи и передать их под опеку государства. В этом случае приоритет был отдан безопасности и благополучию детей, что стало основанием для судебного решения. Так что же это значит? Конечно, в каждой стране есть свои особенности и законы. Но миф о том, что в Европе массово забирают детей у мигрантов из СНГ и отдают их кому-то другому, это не что иное, как преувеличение и страхи. Ну, все, больше ничего. Реальные случаи изъятия детей всегда связаны с серьезными обстоятельствами. И ни одна страна не заинтересована в том, чтобы без оснований разлучать детей с родителями.